Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас, скажем так, культурная страничка в нашей программе, потому что вновь у нас в гостях директор музейно-выставочного комплекса городского круголюберца Татьяна Крюкова и заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса Виктория Фетисова. Татьяна периодически приводит к нам разных своих сотрудников. Виктория уже тоже была у нас в гостях, поэтому какое-то время назад всё бежит очень быстро. Совсем недавно мы тут хороводы водили, готовились к новогодним праздникам, были какие-то новогодние смыслы во всех, скажем, культурных заведениях, в том числе и музейно-выставочном комплексе. Но кто-то, может быть, ёлку ещё не выбросил, но, тем не менее, про Новый год мы потихонечку забываем. Ну, кстати, как всё прошло-то? Можно какие-то итоги подвести вот этой большой предновогодней, новогодней? И для некоторых до 20 января ещё Новый год продолжался. Прошло замечательно. Программа ещё идёт. Идёт зима в Подмосковье у нас до конца февраля. Так что в рамках зимы в Подмосковье ещё какие-то отголоски звучат, ещё проводятся какие-то выставки. А так почти завершено. Но зима в Подмосковье, она же уже, в общем-то, довольно традиционный такой проект, да? Как и зима в Подмосковье. И зима в Подмосковье есть определённые временные рамки, годовременные рамки, которые идут под эгидой либо зимы, либо лета. А вы получаете как-то сверху установку, что нужно что-то придумать? Либо вы уже знаете, что будет этот проект, готовите какие-то свои предложения, и они как-то туда аккумулируются наверх. Как это происходит? Поскольку это ежегодно происходит, то мы уже понимаем, что эти три месяца пойдут под эти эгиды, а эти три месяца пойдут под эти эгиды. Ну, это как бы то, что специализированно готовится. А есть какие-то выставки, которые, наверное, межвременные тоже могут быть, правильно я понимаю? Не всегда все выставки, которые идут, например, летом, попадают, например, под летнюю тематику или зимой под зимнюю тематику. Так вот и было в этом году. У нас было 3-4 выставки, например, в картинной галерее, и только одна подходила под тематику застывшей на мгновение зимы. Я скажу, что если летом, например, сделать выставку картин зимних, в этом, наверное, тоже в жару, в июль какой-нибудь, будет какое-то хорошее ощущение, потому что даже не нужно включать кондиционер, если хорошее полотно, то у тебя есть такое ощущение. Но зима тоже бывает разная на картинах, как и лето может быть не совсем веселым, так и зима не совсем радостной. Но все это искусство, и понятно, что вы за всем этим следите. И следующий вопрос, чего сейчас происходит у нас в музейно-выставочном комплексе? Что можно посмотреть прямо в эти дни? В эти дни у нас замечательные выставки, если картинная галерея, то это орнаментализм, то есть там висят работы в стиле орнамент, очень интересные. А, да, я думаю, что я пытаюсь... В стиле орнамента... Есть такой даже термин, орнаментализм. Орнаментализм выговорила, да. А что за выставка? Эта выставка достаточно интересная, достаточно известная художница, привезла свои работы и работы своих учеников. И в данном случае как раз наш экспозиционно-выставочный отдел сработал так, что с одной стороны можно видеть работы художника, а с другой стороны её замечательные, их ученические работы, её учеников. Речь идёт об орнаменте, да? То есть какой-то вот... Орнамент в разной стилистике, в разных цветах, орнамент на бумаге, на холсте, орнамент на ткани. Вот надо, ну, приходить смотреть. Это такой, на мой взгляд, интересный момент. Вот, значит, ну, если говорить об орнаменте вообще глобально, вот раньше, например, в русской деревне, да, наличники были на окнах, и не было одинаковых. Они рассказывали историю. Да. То есть там такие навороты. Если сейчас проехаться, я часто бываю в всяких местах, и есть даже, сохранились, уже там всё сгнило, но ты видишь этот наличник, прямо как корона какая-то, да, да, остаётся. Вот, а потом уже, чем современнее дом, меньше, меньше, меньше. Бывают, правда, такие варианты, пластмассовые окна из пластика, и вдруг наличник, чему он, непонятно. Но о чём идёт речь? Это же тоже какой-то элемент орнамента, да, искусство. И тогда это считалось неким таким украшением и некой подачей, стилистикой. Сейчас мы видим, что от орнамента, или, например, вензеля, да, там, гербовое вот это искусство, это же тоже какое-то ощущение есть. Сейчас как-то всё проще. Вот, наверное, надо посмотреть просто, как вот можно это вот выстроить всё это. Это, наверное, какие-то там инородные есть, да? Народные мотивы есть, современные мотивы. Она очень разноплановая выставка. Туда надо идти и выбирать то, что по вкусу. До какого времени она у вас продлится? Она до конца февраля. До конца февраля. Вот как раз у нас сейчас будет День всех влюблённых. Вот, 23 февраля можно сходить. И как-то... Да, пожалуйста, там в картинной галерее не одна выставка. Да-да-да. Да, он видит, в общем-то, эту выставку. Первая выставка художницы. Такой вот проект у нас в картинной галерее поддерживает этот проект, музейно-выставочный комплекс. Художница, вот когда только-только, да, выпускающаяся художница, или вот у неё накопилось, или у него... Работы, да. Накопилось какое-то количество работ. И вот хочется их уже показать. Она готова или он готов, художник. Картинная галерея прекрасно принимает таких художников и очень ценятся вот такие замечательные проекты. Классическое искусство также в зале у нас присутствует. Ну да, мы об этом уже много раз говорили, но я сейчас хочу прицепиться к молодым художникам, потому что такой важный момент. Татьяна, вот скажите, вы как вот директор, руководитель, мы же с вами понимаем, что люди, даже если они в Лувр приедут, то там-то уж молодых художников не так много представлено, может быть, я имею в виду, а в основном, ну, все же куда идут? К Монне и Ванне, да, Лизе? Вот. Даже не замечая, скорее, да, и я к чему веду? А вы не боитесь показывать молодых художников? Не боимся. Тем более этот проект, который сейчас у нас состоится, это моя первая выставка, это областной проект. Он был рожден в стенах Министерства культуры Московской области более 10 лет тому назад. И этот проект идет по всему муниципальному нашим городам и представляет, дает возможность, вот как Виктория сказала, начинающим художникам, которые только-только, может быть, закончили художественную школу или художественное отделение детской школы искусств, которые набрали какой-то объем работ, и они уже маленькие звездочки, их отмечают преподаватели, они уже где-то получили какие-то гранты, может быть, какую-то стипендию. Это психологически здорово, потому что человек как бы, ну так, крылышки начинают. Если бы видели открытие этой выставки, трепет стоял у родителей, они волновались больше, чем сам художник, преподаватели волновались больше, чем сам художник. А какая радость и гордость в глазах была у этого художника за то, что он выставляется ни в школе, ни во дворце, ни где-то еще в каком-то малом пространстве, а в большом музейно-выставочном комплексе наравне с большими художниками. И это... Ну и вообще фраза для художника «Моя выставка», мне кажется, это... Первая выставка, удивительно. И вот эта первая выставка, она расположена в холле, да, на втором этаже, самое проходное место, а буквально над ней у нас висит Юлий Юрьевич Кливер. Пожалуйста. Вот, то есть уже классика жанра. Можно сравнить, кстати. Да. Вот. И тут еще такой возникает момент, помните, мы как-то в одной из программ говорили, как вообще люди оценивают искусство. Некоторые ходят, читают сначала, так, кто у нас автор? А, ну да, это можно посмотреть. А это нет, этого не знаю. Ну, что мне время тратить? Пошел дальше. Вот. Мне кажется, что чем больше мы будем показывать разных работ, а мы видим это даже сейчас, благодаря новым медиа, да, интернет, возможностям, интернет-площадкам, люди их используют уже, да, для показа своих работ. Но это такой метод достучаться до каждого, а здесь все-таки такое пространство, некое музейное, да, некая вот традиция. И это, конечно, хорошо, когда вот этот, ну, как в старинном музее шорох половиц, ты идешь и вот что-то смотришь. И что после этого получает вот художник, ну, помимо того, что запись у него в портфолио, а что говорят вам после таких выставок художники молодые? Спасибо, до свидания. Нет, они готовы с нами сотрудничать и готовы уже после того. Во-первых, практически каждый из них готов поступать в ВУЗ непосредственно художественной направленности. Ну, то есть убедились, что да, можно идти дальше. Готовы, в общем-то, в этом и есть. То есть вы толчок даже, да. Определенный, я считаю, что да. Для будущего. Я считаю, что да. Ну и в дальнейшем, конечно, привлечение молодого поколения и таких выставок оно же потом и посетителей нам дает, правильно? Ну, конечно. Её же друзья, её же соратники по искусству. Потом раз и на второй этаж пошли посмотрели. Конечно. Раз мы заговорили про картину галереи, надо сказать, у нас в этом году юбилей у нашей маленькой девочки. Ей в этом году пять лет. Галереи. Да. Вот совпало, что всё это связано с 400-летием. Связано. С городского круга Люберцева. Да, галерея готовит очень большое количество интересных мероприятий. Мы вернёмся к этому, Татьяна, 400 лет Люберцам. Я думаю, что у вас там уже как-то всё огонь, прям в подготовках идёт. Да, это наш год. Да. Мероприятий масса, наверное. Да, вся история, конечно, мы храним как раз ту историю, которая может рассказать многое о тех четырёх веках о нашем существовании городского круга Люберца, от первого упоминания в первописцовых книгах до нынешних дней. Я так понимаю, будет несколько всяких вариаций выставки, будут и какие-то мероприятия, что будет? Да, и выставки, и пленеры мы приготовили, и экскурсионные новые маршруты мы тоже привели, да, и мастер-классы, и многое-многое, что. Вот с 1 марта у нас стартует очень интересная экскурсия по Люберецкому краеведческому музею. Именно специально подготовлена по 400-летней истории. У нас от пера до ручки есть очень интересная программа, которую тоже можете услышать и экскурсию, и попробовать написать пером и ручкой, то есть сравнить, как же писали наши предки. Да, как писали наши предки. И также, говорю, по территории нашего городского округа Люберца новые маршруты. И в Малаховке разрабатываются новые маршруты, к этому приурочены. А это будет как-то сведено в какую-то программу? Да. Когда это планируется, чтобы это можно было увидеть? Программа это планируется... Ну, во-первых, мы разместим обязательно на нашем сайте. Дальше это всё обязательно пойдёт и в программу комитета по культуре, это всё можно будет видеть. И так в течение года будет? Это всё в течение года, да. Мы готовим прям вот с марта месяца, и до конца этого года, 23-го, мы распланировали цикл программ. Придётся за один год рассказать о четырёх веках существования Любереца. И с этой стороны, и вот так. И не только Люберец, да, а городского округа, потому что там и Томилина, и Краскова, там целая история. Там о каждом году идёт. Вот в Малаховке, кстати, очень интересно готовится экскурсия, именно в Октябрьске на мануфактуру замечательно. Ну, и я так понимаю, мы ждём гостей, и об этом мы поговорим сейчас во второй части, потому что хочется не только привлечь своих постоянных посетителей, но и тех, кто здесь живёт, но не в курсе ещё музейно-выставочного комплекса, о чём мы всегда говорим, ну и, конечно, тех гостей, которые наверняка будут приезжать, ну, 400 лет, наверное, об этом скоро заговорят на федеральном уровне, и потянутся сюда всевозможные туристы. Их тоже надо встречать, и они захотят познакомиться с историей края. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях директор музейно-выставочного комплекса Татьяна Крюкова и заведующая отделом развития этого комплекса Виктория Фетисова. Итак, туристы могут потянуться в город, и сейчас, я помню ещё в прошлом году, когда говорили о 400-летии, для любого, наверное, города, который отмечает юбилей, ну, начинаются некие, с одной стороны, радостные приготовления, с другой стороны, скажем так, на чиновничьем уровне своя подготовка идёт, а у вас идёт подготовка «Сам Бог велел», потому что это музей, это история, и тут начинаются такие раскопки в собственном музее. Вот вы тут, не, если можно так сказать, вы мне тут по секрету в перерыве сказали, что у вас есть какой-то экспонат, который чуть ли не ровесник городского округа Люберца. Не чуть ли, ровесник. Так, и что это? Ой, удивительная вещь, сейчас её приводят в порядок. Да, она у нас в порядке. Ну, ещё лоска, лоска. Лоска, да, мы... Ой, удивительная вещь такая, это коса. Коса, крестьянская. В смысле, коса? Коса. Срезали с кого-то? Нет, косить сено. А, вот ты, господи, а я думаю про, видите, мужской подход. Сено косить удивительно необычное. Сохранилась. А как вы докажете, что она... А вот это вот, давайте сохраним интригу, придя в краеведческий музей... Там, наверное, штампик стоит. Увидеть это, вот мы сейчас как раз готовим к ней определённую презентацию, увидеть этот предмет, найти его и услышать её историю этой косы. Так, это получается 1823 год. Я 200 лет добавил, легко. Там, наверное, штампик стоит где-то. На косе? Да не стоит. Нет, ну, конечно, стоит, конечно. Да, потому что, ну, как надо же... Понимать и чётко быть уверенным, что это именно... Ну, коса – это, да, такой символ, как в одну сторону, так и в другую, что называется. Но в данном случае это крестьян, инструмент крестьянина, без которого никаким образом он себе не добудет. Ну, вот скажите, кстати, вот мы сейчас переходим к возможности посмотреть для музейно-выставочного комплекса. Это, наверное, должно быть золотым временем. Я прекрасно понимаю, и вы не дадите соврать, и наши телезрители, что мы постоянно с вами в контексте, да, каждый год мы что-то с вами там рассматриваем, вы рассказываете о выставках. И приходят, кстати, участники ваших выставок, даже без вас. Я имею в виду те, кто выставляют с вас. Но сейчас золотой год для того, чтобы действительно, наконец-то, люберчане сами со своими родными, близкими, вот с теми туристами, которые потянутся, наконец-то пришли, посмотрели, узнали хоть что-то про свой край, что здесь было, чего нашли. Давайте мы сейчас вкратце, да, Татьяна, напомним, что там у вас в музее можно посмотреть. Ну, такую тоже замануху сделаем. Ну, во-первых, эти четыре века вы можете увидеть в наших экспозициях Люберецкого краеведческого музея. Мало того, эти четыре века вы можете увидеть, что было ещё до этого года, несколько тысяч лет назад. Это Палеозойская эра. Да, какие окаменелости вы увидите, какие остались от тех морей, которые у нас были на нашей территории. У нас были моря. Да. Какие ракушки, какие морские лилии окаменелые. Это всё можно увидеть. Когда-то здесь было море, берег, пряжь. В одном из разделов Люберецкого краеведческого музея. Какие народы жили, да, какие там предметы быта у них существовали. Несколько тысяч лет тому назад. Ну, приходят вообще люди в музеи, вот просто люди приходят в музеи. Да, конечно. Очень часто приходят у нас организованные школьные группы. Ну, вот школьные, я понимаю, я сейчас говорю о... И индивидуальные, те, кто любит, приходят те, которые уже подкованы, которые, например, любители краеведения приходят. Что-то там уже приходят конкретно посмотреть. И они уже просят не просто дойти нам экскурсию, они говорят, вот здесь нам, пожалуйста, экскурсию не меньше, чем полтора часа. А вот на этом этаже мы хотим экскурсию, там, два часа. То есть они ценят, они понимают. Гурманы. Да, мало того, что они уже подкованы, и они хотят не по-быстрому просто пройти и услышать поверхностную информацию, они хотят с погружением. Ну, вот еще школьники, вы сами сейчас сказали, это тот момент, а у нас впереди еще рассказ о Пушкинской карте, о которой так вот сегодня она везде висит, мы рекламу видим, на мой взгляд, довольно такой, не самый привлекательный вариант Александра Сергеевича, но это как бы уже не наше дело. Вот, но они то вспоминают, то забывают. Сейчас мы к ней вернемся, но сначала школьники. Ну, мы же с вами понимаем, и взрослые люди, тоже были школьниками. Ну, какой музей, ну, что там? К чему? Как сделать так, чтобы их заинтересовать? Есть у вас способы, чтобы ребенок, который лучше бы где-нибудь, как бы смыться с этой экскурсии до того, как? Как вы их заинтересовываете? Музейными программами. Интерактивными программами, театральными программами. Так, и что вы там делаете? Интерактивными программами, игр, театра и так далее, и даже танцев. Мы танцуем, мы играем, мы делаем представления детям в стилистике определенного мероприятия. И новогоднего, и масленичного скорая, и любого другого. И они на это клюют в хорошем смысле слова? Очень детям нравится. И приходят, и снова, и снова, и снова. Вот классным руководителям нравится. Они, например, если это младшая школа, они вот выпустили, да, 4 класс, и взяли первый, и снова идут к нам. Да, у вас... Ну, я так понимаю, потом, возможно, эта культура... Ведь мы давно когда-то говорили, ну, какой-то летний, я помню, был эфир, может быть, даже вы как раз вдвоем и были, говорили о том, что есть спрос вообще на музеи, когда, помните, в Москве очереди стояли огромные, да, на любую выставку. На любую. И на Ивазовского я везде на этих выставках бываю. И, значит, просто невероятно. И по уровню, скажем, подготовленности ты видишь, где-то вот действительно гурманы пришли, а где-то люди пришли просто потому, что все пришли. А в-третьих пришли люди, ну, вот, которые вдруг начали, да, сами по себе. Некоторые тащат детей, и детям это неинтересно, а некоторые, смотришь, да, вот, рассказывают ребенку что-то. То есть вы же являетесь институтом своеобразным, да, привлечением внимания. От того, как вы примете этих школьников, да, зависит потом. И вот тут, конечно, возникает пушкинская карта. Вот она вам помогает? Для нас, ну, мое понимание, вот ты, если ты молодой человек, студент, ты просто можешь за меньшие деньги сходить посмотреть. Для вас, мне кажется, это какая-то же проблема, вы меньше доход получаете? Нет, 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 во-первых, не за меньшие. Ребята за это не платят вообще. Им на карту начисляются деньги. Ну, кто-то же им их начислил, эти деньги. Государство, это государственное понятие. Мы с удовольствием поддержали эту тенденцию, тем более, что она помогла нам привлечь именно вот самое сложное поколение в музей. От 14 до 22 лет. Это вот действительно так самое-самое. Ничего не нужно, все вперед. Да, да, телефон, и больше ничего не надо. Здесь приходят ребята, приходят, оплачивают. Им удобно, они оплачивают через наш сайт. То есть все мероприятия по пушкинской карте у нас вывешены на сайте. Они заходят онлайн, не нужно заранее никуда приходить. Если вдруг они не смогли, то им обязательно помогут уже в музее наши сотрудники. Они оплачивают, приходят, и дальше они сами выбирают. Хотят, просто смотрят выставку. Хотят, берут экскурсионную программу. Там разная стоимость. А до какого возраста пушкинская карта? До 22 лет. Если 23, уже все поздно. Мы уже не потянем. Чуть-чуть не хватает. Да, не любое. А так очень интересно. Они с удовольствием идут по этой карте. Сейчас будет провокационный вопрос директору. А с вас требуют какую-то отчетность? Понятно, что пушкинскую карту-то сверху спустили. Наверняка требуют отчетность. Сколько у вас было посещений по пушкинской карте? Что вы делаете для того, чтобы пушкинская карта заработала? Есть же такое? Мало того, что посещение по пушкинской карте входит в рейтинг главы. Ага. То есть это улучшает ваше рейтинговое состояние. Да, и Министерство культуры Московской области контролирует, мониторит, сколько людей прошло. Да, совершенно. Если государство выделило деньги, их же надо освоить. Почему вы не осваиваете? Почему не ходите? Почему не приходят посетители и так далее? А чержота не так, думаю, это надо государство. Да, мало того, чтобы мероприятие по пушкинской карте было одобрено, мы не можем его сами придумать и поставить в наш план. Нет, его одобрять на федеральном уровне. На уровне Министерства культуры Российской Федерации. Вот его одобрили. То есть Министерство культуры знает, что в Томилино или... Мы отсылаем информацию по этой пушкинской карте. Когда нам приходит одобрение, только тогда мы можем на сайте уже продавать билет по пушкинской карте ребятам. А для пенсионеров нет у нас пушкинской карты? Для пенсионеров есть льготное посещение. Активное долголетие. А, во-первых, есть активное долголетие. Это бесплатное посещение. Работает у вас? А как работает? Расскажите сейчас. Приходят, записываются группы, соединяются в экскурсионную группу и отправляются на экскурсию. Например, так очень часто у нас пользуются в Малаховском музее. Еженедельно там есть либо экскурсия, либо какой-то рассказ, либо какое-то занятие по этому направлению. Также и в Люберцах тоже есть. То есть в этой системе работаете? Развиваются очень здорово, да, экскурсанты. Вот они приходят, для них предлагается экскурсия. Кстати говоря, в музее Малаховка такие тоже молодцы. Мало того, у них пешие маршруты. Не только для долголетия. Просто, да. В том числе для них, да. Ну и вообще для любого посетителя. У них пешие маршруты, у них могут быть автобусные маршруты для групп, которые заказывают экскурсию. А еще вот они сейчас хотят внедрить новую программу. Это фитнес-экскурсия с палками от скандинавской ходьбы. Да, да, да. У нас тут были представители. Ну, они тренируются, да. А в данном случае специалист, наш экскурсовод, она ведет экскурсию, но при этом по, например, Малаховке экскурсанты ходят с палочками и, в общем-то, поправляют свое здоровье. Ну, хорошо, давайте поговорим, у нас времени остается немного о будущих, ну, не о таких уж глобальных будущих планах. Мы понимаем, что 400-летие у вас будет расписываться и будет много. Все это мы уже рассказали, можно где увидеть. Но у нас впереди Масленица, Масленичное гуляние. Там недалеко уже и 8 марта, так бы, не за горами. Вот что планируется у вас в это время. Блины будете делать? Ну, мы-то не будем, конечно, делать, блины, но у нас есть буфет, пожалуйста, можно там будет унаститься. Мы предлагаем блины, в общем-то, группам, если они захотят принести с собой. Фестиваль блинов такой устроен. Пожалуйста, мы не против. Но мы предлагаем и веселую экскурсионную программу. А, такая тоже есть. Есть, есть. Она экскурсия в виде беседы с играми, также потому что они там рассказывают про народные масленичные гуляния и традиции. Их, как правило, никто не знает, просто знают, что нужно есть блины, и всё. Вот, а у нас же они конкретно погружаются в тему, да, и детям всё это рассказывают. Почему там кого-то сжигают? Да, для того, чтобы это лучше всё у детей. Или мне что-то. Идалось, да, наши традиции, наши вековые корни наши. Скрепы. Детям предлагается, после того, как рассказали, внедрить это всё и попробовать самим, поиграть. И по какие-то... Они на это как раз-то идут, да. Идут, идут. И с удовольствием. Провести, да, определённые какие-то ритуалы масленичные. В общем-то, очень интересно. А также есть интерактивные программы. Опять же, театрализованные. То, что вы говорите. В процессе этой театрализации обязательно будут также исторические факты. То есть это не просто театр. Это всё-таки музейная программа. Мы обязаны донести историю в первую очередь. Татьяна, ну мы уже завершаем. Вам, как директору, финальное слово. Давайте ещё раз расскажем о 400-летии. У вас есть прекрасная возможность звать всех в гости. Программ будет много. И ещё раз, где мы её увидим, всё вот расскажите нам. В музейно-выставочном комплексе можно узнать много интересного. Особенно об истории нашего городского округа. И мы с удовольствием расскажем, покажем, проведём экскурсии. За руку возьмём буквально. За руку возьмём. Научим писать пером. Рубить топором. И косу можно будет увидеть. Проведём по окрестностям, посёлков. Если захотите попасть на экскурсию. Потому что очень важно, что, как это ни парадоксально, но даже сами жители Люберец довольно часто маловато знают исторических фактов о своём родном округе. Это важно. Спасибо вам большое. Давайте по ходу 400-летия периодически встречаться. Тем более выставки меняются. И будете рассказывать нам о них заново. Директор музейно-выставочного комплекса Татьяна Крюкова и заведующая отделом развития этого комплекса Виктория Фетисова были гостями нашей сегодняшней программы. С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова